Надо совсем чуть-чуть... А, не я провожу, значит, можно... Да, белый, где-то мы на голове не постелим плюшку. Как раз отсылается. Берем на вытянутую руку. Вот так. Секунду. Держитесь пока. Только высыпать будем, не... Ай, куда попало. Подносим. Аккуратно вторую высыпаем. Хорошо? Давайте. А, стоп, стоп, стоп. Давайте. Подносим, подносим. Подносим, засыпаем легким движением. Все, засыпаем. Резче. Уходим, уходим. Вот поэтому. Я это любкому-то другому проводил. Эту пенку трогать нельзя, ни в коем случае. Если мы натронемся до этой пены, то, во-первых, мы получим химический ожог. Во-вторых, желтеет и к рукам. Рука еще и пожелтеет, потому что йод содержится в камею. Будет и больно, и некрасиво. И эта пена может очень долго идти. Что такого сделать, чтобы она перестала идти? Перекрытую стопу. Воды добавить. Если мы закроем, то колба разорвется. Что можно добавить? Воды. Кто думает, что надо добавить воды, поднимает руки. Нет. И вынесет очень полную ответственность за последствия того, что будет, если мы добавим воды. Во имя науки почему бы и нет. Вот теперь уходите. Теперь уже на шеях. Немножко глазки прикройте, чуть-чуть. Я шучу, не знаю. Вода и правда может помочь. Она может закосить эту реакцию. Если воды не добавляешь, то есть пена будет долго-долго-долго вырабатываться. Вода замедляет эту реакцию. Продолжение следует...